Смерть, смерть, смерть бога, Исущий в ограде живой короват, Христос воскресе измертный, Смерть, смерть бога, Исущий в ограде живой короват, Христос воскресе измертный, Смерть, смерть бога, Исущий в ограде живой короват, Христос воскресе измертный, Смертью, смерть бога, Аминь. Христос воскресе измертный, Я просим аппетита. Павел Александрович, на войну попал 17 лет, Прибавил себе год. В общем, он был разведчиком. Конечно, очень много ему досталось, Я помедал, и был ранен. Я вот к этому хочу сказать о силе молитвы. Их было 9 человек детей. И мама была очень верующая, Научила их, обязательно учила, Что они сновидят молитвы. То есть, во всякие такие опасные... Во время опасных ситуаций, Чтобы они читали эту молитву, И вот он попал под Кенигсбергом В страшнейшую бомбежку. Ну и раз опасная ситуация, Он читал эту молитву. Вокруг все погибли, И вот только ранен отбросило его В эту... В эту... Ну, грубо говоря, Борисович. Я... Ну, вот. Войнон прошел до конца, Расписался в Рейстаге, И еще служил в Германии. Ну, все, я буду кратко. А какая молитва? Отчим наш. Отчим наш. Мама научила всех 9 детей, Чтобы они на Иисус эту молитву знали. И они всю жизнь знали, И нас учили потом, своих детей. И она его действительно очень смысловала. И не один раз, как он как-то не учил. Пожалуйста. Слава Богу. Давайте я их ищу. Это мои четыре девочки, которые прошли в войне. Давайте я их. Могу немножко добавить, что... Вот даже если начать снизу, предположим, Грунцев Александр Федорович. А на момент начала войны вот у человека была астма, он был непризывной. Но скрыл этот факт, и служил от начала до конца. Воевал, был всегда на передовой, возил раненых бойцов, водителей при военном госпитале. В 1942 году был тяжело ранен. После полугода все равно вернулся и дослужил до конца. Другой дедушка, Новиков Сергей Васильевич, тоже был непризывного возраста, тоже был непризывного возраста. Было уже 42 года. Тоже скрыл этот факт, прошел ополченцем. Прошел всю войну на передовой до Германии. Имел ранения. Закончил войну в звании майора. Награжден орденом Красной Звезды. А это вот мои дедушки. Вот сверху Курбатов Иван Ильич, 1917 года рождения. На момент войны было всего 24 года. В этот год закончил летное военное училище. И тут же попал на войну под Смоленском. Был старшим техником-лейтенантом, начальником отделения боепитания. Я думала, что такое боепитание? Оказалось, что боепитание, это он обеспечивал полки всеми видами боеприпасов в период боевых действий. И вот сейчас есть такие веб-сайты, где можно было распечатать даже такие вообще трогательные слова в его адрес от руководства. Награжден орденом Красной Звезды. То есть он не спал, бесперебойно обеспечивал вылет самолетов боевых. И это очень трогательно. Орден Отечественной войны второй степени медаль за боевые заслуги. А это другой мой дедушка Пуляев Павел Алексеевич, который прошел... Не трогайте орден Красной Звезды, потому что это очень такая ценная награда. Но вот, видите, написаны другие его награды. Орден Отечественной войны второй степени, медаль за взятие Берлина, медаль за освобождение Варшавы, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45-х годов. Я немножко не рассказала. Мой отец был награжден орденом Красной Звезды всеми орденами Отечественной войны, всех степеней и очень много медалей за трогу. Благодарю вас. Это мой отец Белярский, Алексей Борисович Иванович. Мой отец... Ой, простите, простите. Был в партизанах. Он... Мы из Белоруссии. Партизаны... В общем, партизаны, с которыми он был, находились недалеко от Бобруйска. И недалеко была деревня, в которой, получилось бы, жили. Я тогда еще не был полгода. Но, во всяком случае, так случилось, что отец, работая с партизанами, иногда, где-то там 2-3 месяца, приходил домой к мать... ко мне. Ко мне и к его жене. В результате, один из соседей предал его. Его арестовали. Это было в 45-м году. И он пропал. Мы до сих пор не знаем, где было Босиповичу. Я вам, может быть, там путем. Я мою запихиваю. Потому что больше нигде их не было. После этого... В общем, я осталась одна. Я имею в виду одна дочь у моей мамы. Вот это мой отчим. Тоже воевал с первого дня. И до Берлина дошел. Где-то, наверное, в 46-47 году он женился на моей маме. Он сказал, что это папа приехал. Он мне всю жизнь помогал. Человек, который очень... Офицер военный, проживший долго. И работал очень хорошо. Ой, извините, я очень волнуюсь. Вот такие у нас хорошие люди. Говорят, что... Говорят, что мужчины... Мужчины очень хорошие люди. Простите. 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 Я бы... Я бы... Буками и контужен. Прошу всю войну. Добростем... Орденом. 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 Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Варширует строй шолдат. Что такое День Победы? Это фрукты и конфеты. Это шарфа хищный. Что такое День Победы? Это значит, нет войны. Орден. 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 Добрый вечер. Орден. Окей. Добрый вечер. У меня... Вот Сонечка держит. Как моя прабабушка... Бабушка мне сказала, что погибло одним снарядом, убило сразу 10 человек. Они вырыли... Под Сталинградом это было. Они вырыли ночью, пока не было бомбежки, могилу. Разложили какое-то там одеяло, рваное нашли. Положили всех убиенных, накрыли другим одеялом, зарыли и молились как могли. Все. Это все, что они могли сделать. Двое моих... Два деда... Я была уверена, что они погибли под Сталинградом. Но потом мы начали искать... Уже лет, наверное, десять назад... Это было много... Больше возможностей найти. Мы начали искать. Оказывается, что один дед погиб под Ленинградом, а второй под Ростовом. А в Сталинграде у моей прабабушки... У моей бабушки... Нет, у моей прабабушки. Это она была бабушка. У нее было шесть детей, из них пятеро погибли войной. И она хоронила... То есть... Вот. Поэтому вот слава моим дедушкам, Геннадию, Михаилу, Александру, Борису, Антонина, Валентина. Антонина, это, кстати, была у моей прабабушки сестра родная. Ее убило прям при ней. И остался маленький ребенок. И этот маленький ребенок умер от голода. Ну, на руках. В общем, война это страшное, страшное дело. Ужасное дело. Поэтому, пожалуйста, давайте все жить в мире и не допускать даже маленькой войны. Малипусенькой. Давайте жить просто... Друг другу прощать, соглашаться со всем. Говорить... Да. Да, да. Все хорошо. Все хорошо. Главное, чтобы не было войны. У меня есть три дедушки, которые воевали в войне. И первый – это Владимир Кунгуров. И он был летчиком. И он в Панфиловской дивизии «Свазист». И он вот с Москвы до Кеннезберга. И он был ранен, потому что был сбит его самолет. Но он до сих пор выжил и воевал. Потом у меня есть еще один дедушка. Его зовут Иван Черняк. И он служил с 1943 года артиллеристом в 48-й тяжелой минометной бригаде. Закончил войну в Берлине. И тут есть вот медали. И потом у меня есть еще третий. Это с папиной стороны от Малая Гудин. И он офицер секретной службы. И он был с Кеннезбергом до Берлина. И вот он с медалью. Спасибо тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В сороковом году служил в Монголии, в Хараноре. Потом, значит, когда началась война, вот эта фотография как раз июня 41-го года. началась война, его перебросили под Ленинград. Он воевал под Ленинградом на Невской Дубровке. В сорок третьем году потерял ногу и отвоевался, в общем. Все. Имеет орден славы, орден Отечественной войны, но предали. Соответственно, все. Больше я ничего сказать не могу. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Это мой отец, Василий Александрович Ководов. Призван служить на вход из Пет-института в 1939 году. С мамой они поженились в апреле 41-го года, перед самой войной. Она была учительницей в том городочке, где он проживал. Приехал в Волг, пускай они поженились. Война началась. Он служил на крейсере «Червона Украина». Это был очень серьезный артиллерийский такой мощный крейсер, который участвовал в обороне Одессы. Они туда периодически уходили. И отец служил в артиллерийской разведке. То есть он с ребятами уходил на берег, определял цели, по которым потом крейсер стреляет. «Червону Украину» утопили у Графской пристани в Севастополе, к сожалению. Отец был в этот момент на порту. Он много мне рассказывал про это, водил по Севастополю. Затем он служил на линии «Ташкент», который эвакуировал, в частности, диораму Рубо из музея в Севастополе. Затем он служил на горе Севастополь. А в начале 1942 года они ушли по призыву в морскую пехоту, где он был командиром артиллерийской разведки, то есть ходил по тылам, выявлял цели. В 1944 году в конце был ранен, вернулся на флот и участвовал в охране Ялтинской конференции. Он написал, для нашей семьи это очень важная книга, я вот показывал кое-кому, сейчас она есть в интернете, кому интересно, могу просто линк это сделать. Службу закончил в звании капитана первого ранга. Очень много занимался патриотической работой, руководил в штабе флота ветеранским движением. Отец Михаил, кстати, видел его буквально за месяц до смерти, был в гостях в Москве у него. Моя мама, дайте мне мою маму, держи, пожалуйста. Моя мама Зоя, она была вот, оба они из Архангельской области. В первый месяц войны пошла учиться на водителя, и всю войну прошла в авиационном полку. Водитель подвозил снаряды к самолетам, боеприпасы и так далее. Воевал на 2-м Белорусском фронте. У отца, кстати, три ордена и много медалей. У мамы три медали. Ну, потом уже были юбилейные медали и так далее. Оба прожили, отец 83 года, маму 81 год. Ну, вечно им слава. У нас у себя еще шесть братьев, один погиб на войне. Остальные все воевали, вернулись, слава Богу. Мама у них очень сильная была, она за всех молилась. Отец говорил, что он был просто бесстрашным. Особенно, когда выполнял в разведку все эти задания. Я просто понимал, что я под защитой. Просто это понимал. И я знаю отца, в смысле бабушку отца. И она была очень сильной женщиной, у нее было 11 детей. Одна девочка, остальные парни. И все вот так вот практически воевали. Спасибо. Мой дед Шахов Павел Васильевич служил в звании гвардии старшина в 36-м миноторпедном черноморском полку. Дед был пилотом, он летал на бомбардировщиках с 41-го по 43-й. В 43-м году дед был сбит. И под Геленджиком его сразу угнали в Германию. В семью пришла похоронка. Думали, что дед погиб. И до 46-го года дед находился в лагерях в Германии. В 46-м их освободили американцы и он вернулся домой. К сожалению, очень мало об этом рассказывал, потому что в те времена это было чревато. Рассказывать, что он побыл три года в Германии. Поэтому, к сожалению, мы не так много знаем. С бабушкой у них было 8 детей. Моя бабушка – мать-героиня. Поэтому, конечно, честь и хвала им. И Царствие Небесное вечно потом. АПЛОДИСМЕНТЫ Это мои два деда. Один – Юрма Григорий Елисеевич. Он из Казаков, из Кубани. Был директором школы. Историком. Женился. Родился старший сын Олег. Забрали на фронт. Он был замполитом, старшим лейтенантом. Дошел до Берлина. Но вот бабушка моя и его жена Клавдия Ивановна, и ее сестра Мария Ивановна, которой был штат Скрип, они были выкупированы фашистами. Это был город Трубчевск, Брянской области, где было очень сильное партизанское движение. И так как бабушка была учителем немецкого до войны, и никто из ордосильчан не сказал дестаповцам, что дед замполит и коммунист. И бабушка и ее сестра Мария, которой было 16 лет, они работали с партизанами. Они каждый день, девочка 16-летняя, бегала по 15 километров и носила партизанам сведения в любую погоду, в любое время года, на протяжении двух-трех лет, пока Брянщина была занята. Это второй дед со стороны отца семенец Алексей Степанович. Бабушка получила в 45-м Василису Андреевну, она получила без вести пропавший. И мы не знали ничего о нем, но два года назад ребята с Байкала нашли его, и мы связались с московским военкоматом. Его нашли в книге памяти Советского Союза, и нашли, он как раз был в 42-м году, в июне, он погиб под Москвой, защищая Москву. И когда я звонила военкомату и спросила, где он похоронен, мне сказали, да вы что, это была дивизия, которая себя бросали по танке, объявившись гранатами. От всех от них, от вашего деда, ничего не осталось, просто братская могила. И личная слава. Григорьевич Шастяк, он участник Сталинградской битвы, он из семьи, как бы врага народа, как тогда власть советская называла, и поэтому он воевал, как штрафбатчик. Но враг народу, он по тому, что его отец, он воевал против советской власти, он не признал эту красную власть, и ушел воевать в армию Колчака. С Колчаком он прошел весь путь, и когда армия Колчака была разбита, его взяли в плен, и с него сняли все обвинения, что он семь врага народа. Он хоть выжил? Да, он прошел всю войну, участвовал в... Он очень много рассказывал о Сталинградской битве, но все, все время только весело. Когда я его просила рассказать что-то серьезное, что-то такое тяжелое, что было, он все время снялся и говорил, да зачем тебе это надо? Я только знала, что в нем осталось много осколков, и много осколков, которые сидели в нем, уже прошла война, все, и никаких операций не делали, ничего, и так в нем они и шевелились, порой и болели, но умер он просто от рака, похоронили его где-то в Армении. Потом, когда случилась эта война между армянами и азербайджанцами, там в Карабахе похоронили его, то удивительно было, что вандализм был произведен над всеми могилами, как русских, так и армян, но дедова могила, она осталась не тронутая, и никто ее не тронул, вот как она была, идеальная, с обелиском, с памятником, она просто была, как будто ее охраняла чья-то рука, держала на ней, как вот Господь держал на ней свою руку, и там даже приносили цветы, и говорили, этого человека трогать не надо, потому что он добыл для нас победу, то есть даже они, которые, казалось бы, друг с другом там воевали, в то время, когда это был Карабах, и вот этот конфликт, сознавали, что вот его трогать не надо, вот удивительный такой момент. Моя бабушка Клава, вот на этой фотографии с дедом Василием, Клавдия Ивановна, и Василием Дмитриевич, бабушка Клава, она, война ее застала в Баку, она работала на оборонном заводе в Баку, и они делали снаряды, бомбы, и писали на них все для фронта, все для победы. Голова все время кружилась, они падали в обмороке, часто бабушка рассказывала, потому что хлеба выдавали совсем немножко, только чтобы поддержать себя, только чтобы из носа шла кровь часто, ну от слабости. Вот, также и другие мои бабушки и сестры, они все на оборонных заводах работали, у них была многодетная семья, и большинство там были девочки рожденные, и только по-моему один у них был брат, точно знаю, что его звали Леонидом, и он был летчиком, но фотографию сегодня не принесла, хотя у меня есть его фотографии. Он тоже умер уже после войны, то есть они как бы вот все выжили. А дед Василий, он танкистом был, и когда наше правительство ожидало, что немцы договорятся с Ираном, и пойдут через Азербайджан на нас, будет такой прорыв, что он был возможен, якобы они вели переговоры, что-то там договаривались, то дед со своей танковой дивизией, он стоял на границе Азербайджана и Ирана, и он говорил, что вот это вот стояние там, оно было хуже даже, чем идти и просто вот в атаку, потому что это так изнуряло, они постоянно ждали, не будет ли вот этого вот все-таки там прорыва. И вот это стояние, оно было просто изматывающим, изнуряющим, просто как бы проверка мирной системы всей, и всего тебя. Но не пошли немцы оттуда, слава Богу. А когда это было случилось? Я не помню когда. Я могу спросить у отца. Немцы рвались к нефти? К нефти. И им нужна была нефть, потому что Иран, Азербайджан, да, это нефть. Если бы они получили нефть, они получили бы горючее для своих самолетов, там для всего, короче говоря, это было бы очень большой минус в войне. То есть мы, может быть, тогда бы уже и не выиграли. Ну, вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. На этой фотографии мой папа, ему 17 лет, он сын раскулаченного и ссыльного на Дальний Восток, он в 17 лет бежит с Дальнего Востока на фронт. Его берут сразу ординациям полка. И первое, что он говорит, меня просто пожалели, мне отправили с донесением в штаб, я вернулся, никого нет. Разбомбили весь полк, то есть сравняли с землей. До последней минуты мой папа не мог слушать песню. У нас, землянка, у нас оставалось только трое из 18 ребят. Потому что, как ординариец полка, ему всегда нужно было доставить донесение, а когда он возвращался, порой там уже никого не было, и его приписывали к новым людям. Ну, то есть он пережил в 17 лет контузию, боевое ранение, бедро, волень. Проехал всю Россию на поезде, санитарный поезд, где бомбили. Помните фильм «Бомбят», и они выползают. В 19 лет лежал год на вытяжке, где-то в Дагестане, в госпитале. Но после этого у него была счастливая, как он говорит, мирная жизнь. Он дожил до 85 лет, руководил дорогами. Управление дороги. Вы родили у нас всех, как он говорит, дураков у него остались внуки в Москве. В общем-то, вот. Моя тетя, ей было 17, она была студенткой театрального в Москве. Она выступала в арт-бригадах, они пели в госпиталях, все тоже была жива, хотя она говорит, что всякое случалось иногда. Всю эту бригаду агитационную тоже расстреливали, потому что немцы были очень близко к Москве. Мой дядя Алексей ушел, московский студент ушел с третьего курса. Им давали тогда сразу офицера, потому что третий курс, ты уже грамотный. Офицер, они ничего не соображали, он войну прошел в штрафбате, потому что после первого же боя, когда часть его там, все солдаты старше его в два раза заняли часть, выдали самогон, они все напились утром, нужно к ружью, все пьяные. Офицеры его отдали сразу в штрафбат. Ну, ему повезло, и поэтому он точно тоже дожил у нас, прошел жизнь, и они поэтому все у меня очень веселые были, все со смехом рассказывали. Кто про штрафбат? Папа мой про лошадей, которых он менял, как ординариц. Но я хочу сказать, может быть, немножко, вот в память о них всех, я когда начинаю думать, им 17, там, 15, 16, таких отчаянных, которые не знали, как помочь, но шли, воевали, были согласны, не согласны с этой властью. Я хочу прочитать отрывок из стихотворения Павла Когана, он тоже поэт, ушел на фронт и не вернулся. Это вот как послание нам сегодняшним. Вот я, когда стала читать, подумала, что-то как нам он писал в сороковом. Они нас выдумают мудрых, мы будем строги и прямы, они прикрасят и припудрят, и все-таки пробьемся мы. Но людям Родины единой едва ли им дано понять, какая иногда рутина вела нас жить и умирать. И пусть я покажусь им узким, их всесветность оскорблю. Я патриот, я воздух русский, я землю русскую люблю. Я верю, что нигде на свете второй такой не отыскать, чтоб так пахнуло на рассвете, чтоб дымный ветер на песках. А где еще найдешь такие березы, как в моем краю? Я вздох, как пес от ностальгии в любом кокосовом раю. Но мы еще дойдем до ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, сегодня в Москве в народный полк вышел один миллион. Вот мне кажется, это вот как бы страна поднимается. Вот я за это очень рада. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мужественный человек, это мой дядя, старший брат отца. Он представитель очень немногочисленной, но дружной диаспоры в России. Ассирийец, Степан Семенович Мирза. Он гвардеец, кавалер двух орденов славы и участник парада 45-го года. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мой дед Константин Петрович Хедотов в семнадцать лет пришел добровольцем в Ленинградский фронт в войска связи. Прошел войну. Выжил. Много не рассказывал о войне. Один случай помню. Бомбили сильно. Провода тянули они. Траншейки такие маленькие как раз. Бомбили. Он в эту траншейку забился. Так сам не помню как. Прихожу. Землянка все смеются. Сзади фуфайка вся. В дырках. Осколки летели. Награжден за оборону Ленинграда. Очень ценные медали, как он говорил. Порни отечественной войны. После войны. И за боевые заслуги. АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы хотел несколько слов сказать о моем отце. К сожалению фотографии нет. Папа умер 1 января 2018 года. Не дожил 2 месяца до 93 лет. Отец Михаил служил по нехиду. Отец в 17 неполных лет ушел на фронт. И прошел войну в составе 5-й гвардейской Звенигородской воздушно-десантной дивизии имени личного резерва товарища Сталина. Он служил в разведроте и 14 раз прыгал с парашютом. 11 прыжков совершил в ночное время суток. 7 раз был заброшен в глубокий тыл. После войны принимал участие в Одессе в ликвидации. И был интересный такой момент. Я как-то на форуме натолкнулся на обсуждение молодых людей по поводу того, что Красная Армия отличалась в Германии жестокостью, насиловала немок, занималась мордерством. В общем, страшными делами. Я думаю, что я буду спорить, доказывать. Я спрошу у отца, как это было. Это было буквально несколько лет назад. Он мне сказал, если бы мы всем этим занимались, мы бы морально разложились и Берлин бы не взяли. Армия, которая этим занимается, в ней происходит деградация очень быстро. И потом он помолчал и добавил. Вообще, мы проявляли одну тысячную долю жестокости по сравнению с фашистами, по отношению к немцам и немецкому населению. Одну тысячную. Вот. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Дедушка, родной дедушка, здесь нет его фотографий, он не воевал. Он оказался репрессированным с 37 по 47 год, он был на Соловках в тюрьме. Но два его старших сына, потому что дед оказался умный, когда заполняли документы, потому что наша фамилия польская, Шиманский. Он и вторую из правил на А подрисовал, и он оказался Шаманский. И его старшие сыновья оказались на фронте. То есть семью не расформировали, потому что его признали врагом народа, потому что дедушка приехал в 16-м году в Россию, он не был рожден. Ну, в общем, как будто он из другой страны, но дед еще очень много высказывал мнения. Поэтому, в общем, старший сын через год оказался без вести пропавшим, Григорий. И мы так и не знаем о его судьбе, что случилось с ним. Следующий сын, Петр Петрович Шиманский, он оказался поваром Жукова всю войну. Сын врага народа, как это могло быть. И рассказывал мне очень много вещей про войну, про Жукова. А здесь у меня на портрете, это мой свекор. Вот он, молодой красавец, русский красавец, просто молоком. А вот он, буквально два года назад. Это Иван Григорьевич Деваков. В 13 лет, когда началась война, его отец сразу оказался на фронте. Через месяц после этого он пришел к своей маме и сказал, мама, отпусти. Я хочу воевать, я хочу защищать Родину. Но он остался один мужчина в 13-летнем доме. И мама ему сказала, иди, коль ты хочешь. Значит он ушел, когда ему еще не было полных 14 лет. В октябре 10-го, ему исполнилось 14-го, в это время он уже был сын полка. Вернулся он на Родину в 14-м году из Германии. Потому что, вот к рассказу предыдущего человека, он восстанавливал Германию. Когда он оказался, он прошел водителем всю войну. И после окончания войны он там остался, с 45-го дошел до Берлина. До 49-го он оставался и восстанавливал эту страну. Есть у меня еще очень такой легендарный человек по моему понятию. Это Леонард Пантелеймонович Зимич. Его папа после первой гражданской войны, русский человек, встретил во время войны немку. Влюбился и потом оказался в Канаде, где родился Леонард. Леонард оказался на Второй мировой войне в составе освободительной армии. Он, Леонард, рассказал нам историю. У меня есть это видео, которое я хочу публиковать, когда мы его закончим. Мы спрашивали, Леонард, расскажи про войну, как это было. И он говорит, да, мы оказались в Дрездене после полностью бомбежки Дрездена, с которой люди были не согласны, это произошло. Вот, и он рассказал о том, как он служил, как каждый день им накрахмаливали воротнички на их рубахах. Хотя он был и в Нидерландах, где там потерял друзей, видел кровь, видел смерть. Но у него были кастдотерно-очищенные ботинки, когда они были в Германии, он мне про это говорил. И говорит, вдруг наступает один день, когда я вышел, как обычно, красиво одетый, в своей форме, подтянутый. И я увидел людей грязных, беззубых, плохо одетых, рваных, худых. И он говорит, что мы не поняли, что случилось. Эти люди шли поделить человек в ряд, держали друг друга за плечи и очень радовались и пели. А он говорит, а я стояла на обочине, я не понял, что происходит. Я понял, это были русские солдаты, это были советская армия, победители. И говорит, я на всю жизнь запомнил, как я прятал свои чистые ботинки в траву и не знал, куда деться, потому что это были они победители. И Леонард в своем интервью нам сказал, Леонардо нет, он ушел 26 сентября 2016 года, но он успел нам рассказать, и он сказал, что пожалуйста, опубликуйте это видео, скажите, что это они победили, это не мы. То есть это победа была Россия, это была победа советской армии, советских людей, русских людей. Ну, в общем, царство всем небесное, честь, хвала и вечная память. Знаете, я не собирался ни выступать, ни говорить. У меня, в общем-то, семья тоже, мама, папа, два деда, две бабушки. Первый дед Сибири, его взяли на фронт, армией довольны, никакой, в общем-то, может быть, и не герой, но в первые дни, как бы, своей службы его взрывом, осколками побило, он отлежался сколько-то там месяц и снова ушел на фронт. После этого, то есть, кто-то и до фронта не доходил, кто-то и, в общем-то, и на дороге был убит. Он дошел и до фронта, и воевал, и, в принципе, это был Белорусский фронт. После того, как ему повредило правую руку, его комиссовали подчистую, да, ну, он продолжал работать в своей деревне со всеми этими осколочными ранениями, со всеми остальными делами, не зажившими. Вот. Его звали Волженин Маркел Родионович, это отец моего папы. Вот. Второй дед, дедушка Митроша, это мера. Все, наверное, помнят такую вещь, как левый берег Дона, да? Не все, наверное, знают, что правый берег Дона. Моя семья с русской гвоздевки, это, собственно, то место, которое было захвачено немцами. Пришли немцы, как мне рассказывала мама, ей было тогда пять лет, сожгли дома, выгнали всех. И маршем, вот, в чем они были, в ночном, в чем они были, два месяца, без еды, без питья, шаг в сторону пуля. Ну, это мы говорим, кто там добрый или недобрый, да? Вот. То есть, там не смотрели дети, женщины или кто еще. Два месяца их маршировали до Курска. Вот. Что, говорит, их спасло последний поезд, в который их погрузили, в концлагерь вести, был просто разбомблен. Потом, говорит, она, мы шли, говорит, вдоль километров этих искреженного железа, я всего рассказывать не буду, я всегда плачу. Ну, после этого, когда они пришли домой, там была труба, выкопали какую-то землянку зимой, какой-то крышкой, какой-то кастрюли. И вот семья, это была дети от года до 13 лет, говорит, мы очень, говорит, радовались, когда наступила весна. Мы собирали первую травку, варили и называли это суп. Извини, спасибо. По моей матери, она была женой Сцера Трункисты, Абрама Эпеля. Впоследствии замполита батальона, который ходил в Польше, в городском бою от фаустпатрона. Началась война, подъезжает грузовик и кричит солдат, бросай все, бросай ребенка, поехали, спасайся. Нет, забрала мою сестру, на руки младенца, и вывезла ее. Еще он был под бомбежкой, и она вытащила ее. Царственное место. Она погибла после меня. Она герой. Много женщин, герой. Мой отец. Говорили о моральном облике. Говорили о моральном облике Советской Армии. Ложь. Были случаи, конечно. А потом был приказ расстреливать. За изнасилование. За мародерство. И мой отец от меня столько требовал, я знаю его моральный облик. Его взгляд светлый и ясный. Он был очень добрый человек. И он воевал под Сталинградом. Все, что он мне о войне сказал, это он сказал, мы били их как коров. Он был артиллерист-зенитчик. Он до войны был директором школы, учителем математики. Он учил солдат так, что они не промахивались. Может быть про коров это про транспортные самолеты. Но будьте уверены, что и другие самолеты сбивались. Все, что он мне сказал, что мы потом брали грузовик и забирали шнапс и шоколад. Вот вся шутка его про войну. Но я за поем читал о войне. Так что, вот, Герр Московченко, о нем мать моя говорила, шутя, был очень высоких моральных устоев. И умер в 90 лет, потому что он не имел ни одного ранения, потому что в артиллерии мне объяснили потом. Или никто не ранен, или все убиты. Это так. Ну, хочу сказать, что Россия, Украина, все, кто были, все, кто воевали, Казахстан, вот, вот, не буду всех называть, но весь Советский Союз, который стоял и с честью отстоял за всех дедов, за все те нации, которые с нами были вместе, и которые благодаря всех, просто-напросто всех, мы сегодня имеем эту возможность сказать про это. Потому что эту свободу они нам подарили. И это самое главное. Благодарю за всех. Всем. Всех, всех, кто могли это сказать. Мой дедушка, письменный гласитель Максимович, артиллерист, воевал два года, был тяжело ранен, контужен и списан. Награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени. Все то время, что я его помню, никогда о войне ничего не говорил. Мы маленькие, придя со школы, тогда встречались с героями Советского Союза и другими людьми, которые воевали, от него мы никогда ничего не слышали. Каждый раз, когда по телевизору начинался какой-то фильм, дедушка закрывал двери или вообще выходил на улицу. Вот это мои воспоминания. Мой дедушка Кузнецов Михаил Иванович, это отец моей мамы, матушки Любы. Он родился в Рязанской области и участвовал в Первой мировой войне, но был комиссован, и он комиссовали по состоянию и здоровью. А во Второй мировой войне у него была бронь, он работал в Москве на заводе ЗИЛ и вытачивал снаряды, причем ему первому давали выточить деталь, и потом после него уже вытачили все остальные. Был очень верующим человеком, вот Кузнецов Михаил Иванович. И мой дядя участвовал во Второй мировой войне, Петров Иван Васильевич, закончил медицинский институт в городе Краснодар, прямо перед войной, и пошел на фронт, был хирургом грудной клетки, дошел до Рейхстага, и вместе со своей будущей женой Людмилой Пахумовной они расписались на Рейхстаге и вернулись домой в Краснодар. И он организовал военный госпиталь для ветеранов войны и был главврачом. Я прошу прощения, я не хотела поступать, но, послушав эти рассказы, действительно, судьбы людские, это как реки. У одного она гладкая и ровная, долго текущая, а у других как взрыв, обрыв, и прерывается жизнь. Мой отец, Стофеев Николай Федорович, генерал-майор, он прошел всю войну с первого дня под Львовом и закончил ее под Веной. Первый день войны, он уже в 10 часов утра подбил свой первый танк. Он был в этот момент, не хватало заряжающего и для комплекта боевой машины, то есть Т-34 танка, и он подбил свой первый танк. Это было 10 часов утра 22 июня. Прошел всю войну. 9 мая в 2 часа ночи им сообщили под Веной, что победа. И это был самый, наверное, счастливый, радостный день в его жизни. В отличие от других, он рассказывал мне все, начиная вот с первого дня, я знаю весь его путь во время войны. Что вам сказать? У нас долго рассказывать я не хочу уже задерживать ваше внимание, но он всегда таскал меня с собой. Вот как эти детки сегодня рассказывали нам о своих прадедушах. Я вот так вот ходила с отцом всегда на его встречи. И даже буквально он был почетным гражданином города Одессы. То есть я с ним ездила на все приемы на разного уровня. И он собирал целый стадион. Он был прекрасным оратором. И поэтому я хочу рассказать один случай, если может быть быстренько второй. Это из личного нашего, так сказать, архива. Не о боевых действиях. Он награжден девятью орденами. Из них орден за отвагу, два ордена Красной Звезды, один орден боевого Красного Знамени и два ордена первой и второй степени Отечественной войны и сорок одна медаль. Вы представляете, какой боевой путь прошел этот человек. Царство ему небесное. Он был членом ЦК после войны, когда ушел из армии, членом ЦК Советского комитета ветеранов войны. То есть он заботился, и не только он, а такие, как он, заботились не только о ветеранах нашей Одесской области, а и Одесской секции ветеранов войны. Его подчинение или в его, так сказать, заботе, под его заботой были около 250 тысяч человек это после войны. То есть они еще были живы. И с их проблемами они шли куда? Именно в Совет ветеранов. И на уровне Советского Союза они решали проблемы, связанные с ветеранами. Честь и хвала тем людям, которые эти эти льготы ветеранские соблюдали. И я тоже хочу присоединиться к ребятам, которые до этого говорили. Спасибо им. Если бы таких генералов и таких солдат было больше, то, извините, наверное, у нас был совсем другой бы союз. потому что честь и достоинство я знаю, что это такое по жизни. И так у нас в семье два случая. Первый случай, когда отец в 41-м году с мамой поженившись звал встречать, пошел Бориславль. Его направили после военного училища в 41-м Борислав, Западная Украина. И идет молодой лейтенантик встречать свою жену по лесу, мимо леса, по дороге. Он идет к станции и вдруг никого нет. Просердочная дорога. Представьте себе, слева лес, лесопосадка, справа пшеница, то есть поле. Он идет, отвернувшись, и вдруг, когда повернулся снова в дороге, внимание привлек, человек в черном, когда этот человек начинает подходить, отец рассказывает, я вижу, что это с крестом, священнослужитель. Идет ему навстречу. Откуда он взялся? Он до последнего дня не мог понять. И представьте себе то время, когда офицер, да и все мы рождены были атеистами, мы воспитывались так, правда? А тут офицер, а я напротив, враг народа, ой, враг его, идеологический враг, я не так сказала, идеологический враг, да? Правильно. Что он должен делать? Отец мой из глубоко верующей семьи, и вот между, и у него, он говорит, у меня был выбор, что сделать, пройти, сделать ли, что я не заметил, или каким-то образом высказать свое, высказать свое уважение этому человеку. и вот у нас где-то прапрадедушка, у нас церковный староста был, и вся семья такая была, его семья. И вот он идет и говорит, он идет на встречу священнослужителю, она мне рассказывает, что я колебался очень долго, но когда с ним поравнялся, я просто отдал ему честь, как положено, офицеру, наклонился, и отдал ему честь, и пошел дальше. И пройдя буквально два-три шага, он приворачивается, он почувствовал взгляд, он повернулся, а тот священнослужитель, я всегда на этом месте, простите, расстраиваюсь, он говорит, я увидел, что этот крест, большой крест, который висел у него на груди, он его поднял и вслед отцу в спину крестит. И он сказал, что поэтому, он потом с шуткой, действительно, всегда они шутили, он говорил, вот я прожил жизнь с вашей мамой, вот под крестом Божьим, то есть освящение было такое. И он даже не на фронте, прошел всю войну, он был только контужен. Вот так. Это первое, то, о чем я хочу рассказать, находясь в этом святом месте. И второе, второе событие, когда во время войны, это уже был 43-й год, он рассказывает, что проходя, фронт проходя, через, проходил через какую-то деревушку. И действительно, линия огня должна была пройти через эту деревню. Сколько бы туда, в эту деревню не посылали офицеров, для того, чтобы уговорить сельчан уйти, то есть освободить, объяснить им, что здесь будет передовая, и завтра здесь будет бой. Нужно сохранить детей, нужно сохранить все, свою жизнь. никто не уходил, не поднимался. Тогда вызывает командование моего отца и говорит, и дает приказ, чтобы он этот приказ выполнил, чтобы он уговорил каким-то образом людей. И вы заметите, что он делает? Он идет не в управление, он не идет к командованию той части, которая была там. Он идет куда? Он идет в церковь. Он просто идет к священнослужителю. И он говорит с ним, и тогда звучит колокол, тогда людей созывает этот колокол в церковь, люди приходят, и священнослужитель, батюшка, говорит, дорогие братья и сестры, послушайте, что вам скажет этот советский офицер. И он когда сказал на следующее утро весь, вся деревня была пуста. Все собрались и ушли. Вся деревня. И за это папа был награжден орденом боевого красного знамени. Он сохранил практически жизни очень многих людей. Вот два случая связанные со святой гостей. Спасибо. 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 Продолжение следует...